30 октября на вертолетной площадке Калининской атомной станции состоялась демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов. Представители центрального аппарата концерна Росэнергоатом, руководители служб безопасности российских АЭС ознакомились с отечественными разработками на рынке таких комплексов профессионального назначения. Им сверху видно все. Беспилотные летательные аппараты в последние годы получают все большее распространение. Среди множества моделей как простые игрушки для любителей авиамоделизма, так и более сложные аппараты, применяемые органами правопорядка МЧС. На Калининской АЭС состоялась демонстрация возможностей таких систем, позволяющих вести дистанционное наблюдение. Безопасность атомных станций России вопрос не праздный. Системы физической защиты АЭС постоянно совершенствуются, внедряются новейшие технические средства обнаружения и локализации различных угроз. Появившиеся на рынке системы наблюдения на основе беспилотных летательных аппаратов, предназначенные для использования спецслужбами военными МЧС, могут стать еще одним эффективным инструментом служб физической защиты атомных станций концерна «Росэнергоатом». Сегодня проходит мероприятие по демонстрации возможностей беспилотных летательных аппаратов с целью их дальнейшего использования в интересах антитеррористической защищенности атомных станций. Одновременно данные аппараты нам представляют как аппараты двойного назначения, которые будут мониторить прилегающую территорию к атомной станции, также возможности по радиационному фону, по определению, ну и ряд потом будут выполнять специальных задач. Свои разработки в области беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали российские компании «Зала Аэро», «ГКЕ», компания «Авиационные беспилотные комплексы». Вообще сегодня в России проектированием и разработкой беспилотных летательных аппаратов занимаются порядка 80 компаний. Российская Федерация занимает в мире четвертое место по количеству выпускаемых беспилотных летательных аппаратов. То есть вообще Россия лидирующая страна в этих технологиях. В России наиболее широко развит именно рынок аппаратов малого веса и класса, то есть тот, который здесь представлен. Поэтому вот по данным аппаратам Россия лидирует и по количеству производимых аппаратов, и по качеству. И создает в принципе в мире сейчас даже, так скажем, и тренд, и тон. Участниками мероприятия были продемонстрированы разные типы летательных аппаратов. Как типа планеров, так и мультироторные модели, знакомые многим по их бытовым аналогам – хоббийным мультикоптерам. Учитывая специфику их применения, важным является тот факт, что практически вся элементная база для изготовления этих беспилотников и их систем является российской. Возможности комплексов впечатляют. В зависимости от модели и комплектации они могут проводить в воздухе несколько часов, удаляться от станции управления на 50 километров, считывать номера автомобилей с расстояния в сотни метров, развивать скорость до 120 километров в час. Современные БПЛА способны видеть не только днем, но и ночью с помощью тепловизоров, распознавать объект и двигаться за ним, автоматически возвращаться на место взлета. Среди представленного оборудования – мобильный комплекс авиационного наблюдения «Ревизор». Подобная система в пилотном режиме уже используется на одной из российских АЭС. В атомной энергетике данное применение, вот сейчас, который за моей спиной комплекс, приобретен пока на Балаковской станции. На Балаковской станции проходит пока, ну, пилотный, это будем так, проект. Департамент специальной безопасности разработана стратегия, которая будет выноситься на госкорпорацию, ну, с целью проведения закупочных процедур и оснащения службы безопасности тем или иным комплексом по результатам сегодняшних испытаний. Чем же отличаются такие комплексы от авиамодельных самолетов и мультикоптеров? Первое – надежность. Аппараты для профессионального использования могут эксплуатироваться ежедневно, при разных погодных условиях. Они максимально приспособлены для полетов в условиях ветра, влажности, мороза. Не менее важной является защита каналов связи для управления аппаратом и получения от него информации. Не второстепенные факторы удобства эксплуатации и обслуживания. Например, на беспилотных летательных аппаратах компании «Зала Аэро» полезная нагрузка в виде телекамер разного типа, дозиметров и другого оборудования для ряда моделей является взаимозаменяемой, легко и быстро монтируется. К надежности систем таких беспилотных летательных аппаратов применяются самые строгие требования. Можно сказать о прошедшей Олимпиаде в Сочи. То есть весь воздух, все воздушное пространство над Сочи во время проведения Олимпиады обеспечивалось именно этими комплексами. То есть они достаточно надежны, безопасны, они могут летать в зонах жилой застройки, в зонах скопления людей, в том числе, поскольку технологии рассчитаны на, так скажем, высокую надежность. Подобные комплексы в значительной степени роботизированы, что призвано исключить при эксплуатации аппаратов человеческий фактор. Внедрение этих или подобных комплексов в систему физической защиты атомных станций позволит дополнительно усилить ее эффективность, а значит повысить безопасность российских АЭС. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС.